Всем добрый день! Сегодня мы будем готовить холодец или холодное, как кто больше любит назвать, у кого как принято. Итак, что нам для этого нужно? Как готовить холодное знают очень многие и готовят многие, и рецептов много. Я сегодня покажу так, как готовят у меня дома, так как когда-то научили меня, и я так делаю дома. Если вам понравится такой рецепт, то пробуйте вместе со мной. Думаю, вам понравится, потому что очень вкусно, нежно, получается очень нежное мясо, очень прозрачный сам холодец, получается немутный, и нет большого слоя жира сверху. Вот это вот самое главное. Итак, приступаем к самому приготовлению. Значит, смотрите, что непосредственно дает загустение нашему холодцу. Я никогда не добавляю желатин, потому что если мы варим холодное, то загустевать он должен естественным путем. Итак, какой ингредиент дает загущение, чтобы оно как слипалось? Что это дает? Я покупаю вот такие вот свиные копытцы, посмотрите. Они бывают в магазинах, на рынках, есть такие белые, есть обожженные, они такие, знаете, посмаленные чуть-чуть, будут они желтоватого цвета. Какого есть у вас? В принципе, вот эти вот копытца и дают вот эту клейкость. Чем больше будет копыт, тем быстрее загустнет ваш холодец, и тем он будет вкуснее. Это 100%. Значит, смотрите, сегодня у меня здесь кастрюлька 8 литров. Я покажу количество продуктов на этот литраж. Но если у вас больше кастрюля или меньше, покладите чего-то меньше, чего-то больше. Сейчас я расскажу. Значит, смотрите, берем 2 такие копытцы, складываем их в нашу мисочку, в которую мы будем варить. Следующая это рулька. Ну, у нас так называют рулька. Видите, это вот часть после копытца, вот так. Вот. Она очень мясная. Нужно выбирать рульку, чтобы на ней не было очень много жира. Видите, здесь есть слой жира, но он достаточно маленький. Потому что, смотрите, сколько мяса. Обязательно, когда выбираете рульку, посмотрите, чтобы не было много жира, и чтобы сверху она была более-менее чистая. Или дома ее нужно хорошо помыть. Смотрите, я очень хорошо помыла, чтобы не было штампиков разных здесь. Потому что тут был штамп, я его срезала. Оно будет томиться, вывариться. Зачем есть краску в холодце? Обязательно вымойте очень хорошо свинину. Иногда даже нужно взять новую железную щетку и подряпать ее шкурку, чтобы убрать всю грязь. Потому что все, что выварится, будем мы есть в этой водичке. Хорошо. Значит, рулька должна быть мясная. Она тоже дает клейкость и холодец у нас получается. И вот это мясо свиное, да, очень вкусное в холодце. В принципе, это единственное, наверное, из свинины, что ложится в холодец, да, из вот мяса. И оно не получается сильно жирное. Хорошо. Кладем. Теперь берем курочку. Я беру пол средней курочки. Видите? Половинку. Просто половинку. Кладем сюда. Значит, смотрите, и я беру два языка. Языки я беру свиные. В холодное я ложу свиные. Но можно взять и говяжий. С говядиной можно взять языки. Можно вообще не брать язык, можно взять просто больше курицы. Вообще, чтобы вы знали, курица и вот язык, который я сегодня взяла, это мясо, которое мы будем есть в холодце. Оно не дает фактически никакой клейкости. Это просто, ну, вкусный навар получается с него и мясо, которое мы потом едим уже в готовом изделии. А вот рулька и копыта дают не просто мясо. Копыта вообще не дают никакого мяса. Они дают клейкость и, собственно, поэтому у нас варится холодец. Если у вас кастрюля больше, там, литров десять или двенадцать, возьмите больше копыт. Возьмите не два, а четыре или, там, пять копытцев. Возьмите две рульки. Возьмите столько клейкого материала, чтобы в ваш литраж воды вы сто процентов знали, что он загустеет. А мясо, которое вы туда покладете, чтобы уже потом употреблять и уже будет оно в холодце, это зависит по вашему вкусу. Кто-то любит больше мяса, кто-то меньше мяса, кто-то любит, чтобы просто было больше водички и меньше мяса внутри, чтобы когда оно застывало. Вот такие, в принципе, пропорции. Хорошо. Что нужно сделать? Нужно это все залить водой. Не солить, не перчить, ничего не нужно. Залить водой, дождаться, чтобы вода вскипела, чтобы вода вскипела и слить эту воду. Потом заново залить водой и дальше уже будем и перчить, и ложить нужные ингредиенты в наш бульон. Итак, заливаем водой, ставим на огонь и ждем, чтобы оно вскипело. Наша первая вода закипела и мы ее всю слили. Посмотрите. Слили всю воду. Если край кастрюли у вас был грязный, обязательно вытерьте ее или помойте ее. Теперь берем специи. Лобловый лист я беру. Беру черный перчик или красный перчик. Можно взять в зернышках, можно взять обычный молотый. Беру горчичку кардамон у меня здесь и какой-то травы. В общем, все, что есть дома, все, что вам нравится по специям, только водите. Обязательно лук. Лук не нужно резать, просто вот две головки лука, вот такие вот средние, на вот такую кастрюльку. И две морковочки. Обязательно нужно ложить морковку. Зачем? Морковка придает, вот когда на вар, да, вот все сварится, если морковку не погласть туда, то он будет мутный. А морковка на себя берет вот эту вот всю, в общем, она делает такой прозрачный красивый бульон. Поэтому обязательно кладите морковку. Если вы потом не любите есть вареную морковь, уберите ее вообще потом из бульона. Но вариться оно должно сто процентно в морковке. Теперь пару ложечек соли. Пару ложечек соли. Не жалейте соли, потому что мясо, в принципе, возьмет соли столько, сколько ему надо. Во-вторых, водичка будет выкипать время от времени. И где-то раз в час нужно будет поглядывать на него и чуть-чуть, может быть, по полкружечки водички доливать. Поэтому, возможно, в конце нужно будет либо досолить, либо добавить воды во весь наш навар. Но когда мы добавляем водичку каждый час, то оно все варится, выкипает водичка, чтобы оно покрыло все наше мясо. Все, что в кастрюльке есть. Каждый час выкипает приблизительно где-то около кружки воды. Поэтому доливаем эту же кружку каждый час-полтора. Вот так. Томиться оно должно 5-6 часов. Когда вода полностью закипит первый раз, сделаем самый маленький огонь, какой только возможно на вашей печке. Вот самое минимальное, чтобы не было наверху пузырьков, чтобы оно просто томилось без пузырьков. Не должно кипеть ни в коем случае. Закипеть должно только раз, в самом начале. Когда оно протонится 5-6 часов, нужно отставить, вынять все мясо из нашего бульона. Бульон нужно процедить, а мясо охладить и разобрать. Итак, будем ждать, пока оно будет томиться. Наш холодец доготовился. Он у нас протонился 6 часов на плите. Смотрите, я выняла полностью все мясо, перебрала его, убрала все косточки, порезала его, потому что были многие такие вот, язык был свиной. Его надо почистить, порезать, убрать все кости. Проверьте, чтобы обязательно в мясе не осталось костей. Посмотрите, сколько мяса получилось вот с того, что мы с вами варили. Целая такая большая тарелка. Морковочку я тоже порезала и уложила вот в судочки, в которые буду заливать холодец. Лук, который был в самом бульоне, его нужно выкинуть, его можно не использовать, потому что мы целой луковицей его клали туда. Он отварился, отдал свой аромат и его можно выкинуть. Остальной бульон обязательно нужно процедить на марлю, мелкий друшляк или сито, чтобы мелкие косточки или какие-то еще специи не попались в наш холодец. Хорошо, теперь закладываем мясо. В принципе, сколько закладывать? Ну, сколько хотите. Вы хотите, чтобы у вас получилось холодца. Смотрите, сколько у вас посуды, сколько у вас самой жидкости. Раскладываем мясо. Теперь заливаем нашим бульоном. Вот мы залили весь холодец. Это я залила часть, и часть у меня еще на том столе стоит, просто тут все не помещается. Хорошо, теперь нужно оставить либо просто в кухне на столе до полного остывания. Когда он полностью остынет и уже будет такой густой, можно убрать в холодильник. Ну, давайте подождем, посмотрим, какой он получится. Весь наш холодец застыл. Посмотрите, какой красивый он получился. Если заливать в тарелках вот таких фарфоровых, то, видите, не все застывает. Очень мало белого остается. Посмотрите, очень много тарелок, которые я залила в фарфоре, оно практически очень светлое. То, что я заливаю в судочках или в стекле, оно всегда покрывается ровным слоем белого жирка. Не знаю, почему так, но всегда так. Имейте это в виду, если вы заливали в судочки или в стеклянные, металлические судочки, то затянется весь вверх. А в тарелках обычно не затягивается вверх, он более красивее, как вот здесь. Видите, очень красиво. Я еще залила в маленькую такую посудинку. Я сделала фотографию, посмотрите. Можно вынять холодец красиво из таких маленьких пианочек, если у вас нет формочек. Нужно просто поставить в горячую воду на 3 секунды и вынять. Раз, два, три и вынять. Вынять и перевернуть. И тогда оно будет красиво держать форму и можно подавать красиво на стол. Посмотрите, я сделала фотографию, и он беспрозрачный. Внутри очень красиво. Это очень вкусный и простой рецепт. На самом деле, времени как бы занимает много, но ничего в это время делать не нужно. То есть, фактически 5-6 часов он томился, пока он застывал. Это все время, потому что вот сегодня только утро, когда он застыл. И я смогла сфотографировать и показать вам, как получилось. Но делать очень просто. Закинул, оно варится, потом разобрал, залил по тарелочкам и все. То есть, очень просто на самом деле. И вкусно. Спасибо, что сегодня были со мной. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Кому понравилось, ставьте лайк. Всего доброго. Пока. Пока. Пока.